Начинающих парашютистов не сразу ждет реальный прыжок с высоты 900 метров из самолета Ан-2. Юноши и девушки преодолевают страх постепенно, оттачивают в технике каждую мелочь. И в этом отлично помогает единственный на Дальнем Востоке стационарный аэродинамический комплекс. Внутри вертикальной трубы создается мощный поток воздуха, скорость не менее 200 км в час. Именно этот поток и позволяет спортсменам находиться в состоянии полета. Держать тело нужно в правильном положении. Немного расслабишься, потеряешь равновесие и упадешь. Хорошо, что снизу страхует защитная сетка. Впрочем, все обходится без происшествий. Детям нужна соревновательная практика. Дети должны почувствовать вот этот дух соревнования. И решили провести как раз-таки кубок спортивной школы и технических видов спорта по аэродинамическим дисциплинам. Как и в прошлом году, мы будем соревноваться в двух дисциплинах. Юные спортсмены в возрасте от 7 до 12 лет работают двойками. Их мастерство приехало ценить чемпион России из Санкт-Петербурга. Другим словом, как потрясающе не назвать, потому что дети имеют возможность бесплатно готовиться. Когда я был, когда я начинал свою спортивную карьеру, я о таком мог только мечтать. Я смотрю на то, что у вас происходит, но только слезы умиления не капают, потому что огромное спасибо тем людям, которые это организовали. Меня привлекло именно это чувство свободного полета, чувство какой-то легкости. Такое ощущение, будто сейчас ты полетаешь и все, ты уже можешь прыгать, как будто самолеты на таких метрах. Но я уже на лыжах, на батутах, тут полеты. Укращает воздушные потоки команда под названием «Мишки Гамми». Гибкие и пластичные, себя как в родной стихии, ощущают Вероника Отягушева и Юлия Бурдела. В крови бурлит адреналин, вестибулярный аппарат укрепляется. Девчонки летают в тандеме, синхронно выполняя все элементы. И когда кому-то рассказывают, что я там занимаюсь аэротрубой, и все такие, что? Поэтому это очень интересно, это не сложно, ну для тех, кто умеет. Ну и очень прикольно и необычно. После долгих летных часов вне конкуренции оказались команды «Эйрдэнс» и «Опана». В личном зачете в дисциплине фристайл золото завоевали Елизавета Корнейчук и Валерий Сенчук. Уже в будущем году островные флайеры планируют выступить на Кубке России. Игорь Антипов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова